Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hellscream Academy. А сегодня у нас с вами быстрый видос, который называется «Все о певческой позиции за минуту». Пока не знаю, сколько там получится, поэтому погнали, все это дело обсудим. Что же такое певческая позиция? Это на самом деле такое очень растяжимое понятие, но чаще всего люди воспринимают это как определенное ощущение в горле, за счет чего вы гораздо лучше понимаете и контролируете свой голос. Но на самом деле это относится ко всему, начиная от напряжения необходимых нам мышц, то есть вы не напрягаете правый мизинец на левой ноге для того, чтобы спеть какую-то там ноту. То есть вы работаете именно той комбинацией мышц, которая должна работать для воспроизведения того или иного звука. Певческая позиция сама по себе позволяет устаканить звучание вашего голоса, сделать его более объемным, плотным, глубоким, не только во время пения, но и во время разговорной речи. То есть вы сможете разговаривать гораздо более уверенно, когда читаете какой-нибудь доклад в институте или же ведете радио-телеэфир. Ну а может быть вы озвучиваете рекламу для того, чтобы привлечь новых клиентов для какой-нибудь компании вроде каких-нибудь там телесистем. Она же дает вам возможность гораздо проще и лучше контролировать ноты, которые вы поете, ведь вы начинаете ощущать свой голос как настоящий инструмент, будь то пианино или гитара. То есть вы зажимаете лад, вы чувствуете, что вы зажали лад, если вы сейчас дернете струну, то прозвучит нота, и вы знаете, какая это нота будет. Или, например, вы на пианино на клавишу нажимаете, звук появляется. То есть вы точно уверены и хорошо понимаете, какой звук у вас выйдет. Ну и, естественно, само перемещение по нотам во время пения теряет вот эту вот расплывчатость какую-то, с которой сталкиваются очень многие. Певческая позиция создает ощущение того, что вы реально поете, неважно громко или тихо, а не воете, как волк, с чем сталкиваются, опять же, тоже очень многие. Все это происходит за счет того, что все гласные звуки у вас образованы абсолютно одинаково, звучат одинаково по тембру, яркости и позиции. То есть, да, их форма меняется, это звуки А, О, И, но они не меняются, как в обычной разговорной речи, за счет чего вы получаете гораздо более ровное и плотное звучание во время пения. Все это происходит потому, что между согласными звуками вы получаете абсолютно идентичного размера и звучания гласные звуки. То есть, они все одинаково плотные и насыщенные. Такой новый контроль над вашим голосом, естественно, облегчает работу с расщеплением и изучением этого вопроса. Потому что расщепление — это звук, который образуется на ложных связках за счет того, что сквозь них проходит воздух. И вам нужно научиться как-то отделять его и изучать его отдельно от голоса, чтобы вы не пытались сделать расщепление голосом, как это делают очень многие. И, естественно, это не очень удобно и не очень правильно. Соответственно, вы не сможете окунуться в эту теорию и эту технику полностью, если к вашему расщеплению, которое нужно изучить полностью отдельно, вот как чистую болванку такую, будет постоянно привязан голос. Он просто будет вам мешать полностью и очень мелко изучить саму технику расщепления. Естественно, это получается потому, что расщепление работает в той же самой зоне, в которой вы чувствуете свой голос И человек, который хорошо ощущает свой голос, то есть хорошо его позиционирует, довольно-таки быстро разрабатывает расщепление За счет певческой позиции вы получаете куда более глубокий и яркий тембр, которого вы вообще никак не добьетесь, если будете специально звук упирать в маску То есть вот просто представьте себе свое лицо, вы берете весь звук, подпираете его вот сюда, вот он у вас прям вся резонирующая зона, это вот ваше лицо То есть, грубо говоря, вот изнутри и до кожи вот здесь вот И вот вся толщина вашего голосового резонанса, когда вы упираете звук специально вперед Если вы же располагаете звук глубоко сзади и даете ему свободно вылететь из вашего тела без какого-либо сопротивления То вы приобретаете, понятно, да, то, что если мы чувствуем его здесь и он выходит у нас здесь, мы получаем не вот столько, а вот столько Ну это чисто такой, знаете, механически-визуализационный вариант объяснения того, что такое певческая позиция и как это связано с пением в маску Ведь пение в маску это не упирание звука в маску, а пение сквозь нее, чтобы ваш голос приобрел звучание именно вашего лица Что, естественно, придает индивидуальности Я думаю, что тут и так понятно, что певческая позиция позволяет гораздо быстрее и легче изучить и растянуть диапазон вашего голоса Легче переходить из грудного в головной, из головного в грудной и, конечно же, изучить микстовый звук Высокие ноты, типа там всяких до второй октавы, соль второй октавы в мужском, например, диапазоне Берутся так же легко, как соль первой октавы или, например, соль большой октавы Ведь позиции у них абсолютно одинаковые После того, как вы полностью осознаете, что такое певческая позиция Вы перестанете сталкиваться с проблемой зажимов из-за согласных звуков Которые постоянно происходят, когда вы поете, например, какую-то высокую ноту И вам нужно закончить слог на Л, либо там Н Согласные звуки все у нас произносятся очень спереди Самые глубокие из них это Х, Л и К Л просто по причине того, что язык вот так вот приклеивается к потолку, к небу И просто перекрывает воздушный поток Здесь маленький лайфхак Звук Л надо произносить как Н, то есть Л-Л-Л, а не Л-Л-Л Но мы с вами из-за особенности нашего языка Очень часто все гласные звуки вываливаем вперед И они оказываются в зоне, где их постоянно согласными звуками вот так вот крушат Нам же надо их убрать просто назад туда поглубже Чтобы согласные звуки произносились отдельно от гласных Но оставались в том же самом голосовом потоке во время пения или обычной разговорной речи После того, как вы поймете, что такое певческая позиция, вам гораздо проще станет петь с разной динамикой То есть вам станет гораздо удобнее петь тихо и с плотной атакой, с субтоном, например Ну или добавлять всякие эффекты типа расщепления или каких-то прикольных приемов в свой голос или в вокальный тулбокс Тут уже как хотите можете размышлять Естественно, у вас появится возможность гораздо легче и проще исполнять любимые песни Или песню, которую вы давно хотели спеть За счет того, что у вас уже раскрыт диапазон, он хорошо спозиционирован И вам, в принципе, по барабану что петь Понятное дело, что есть какие-то стилистические рамки Что вам нравится больше, что нравится меньше Где-то вам удобно, где-то нет Но спеть вы, в принципе, сможете все И я здесь не говорю о каких-то суперспортивных вещах из разряда пения в контр-октаве Которые как раз зависят непосредственно от тембра вашего голоса и строения голосового аппарата Или там, когда кто-нибудь поет в какой-нибудь там 3-4 октаве Что как бы уже больше не вокал, а спорт И за счет этого вы просто поймете, что песни, которые раньше вам казались сложными Сейчас поются, ну, очень легко Понятное дело, что нужно тренироваться, нужно заниматься, впевать каждую песню, запоминать ее Но именно возможность того, что вы можете взять вот такую вот ноту И вам это будет не тяжело Делает подготовку и изучение какой-то композиции гораздо более простым В конечном итоге это очень круто ускоряет и объясняет вам совершенствование вашего вокального мастерства Я уже давно думаю о том, чтобы снять какой-нибудь видос из разряда Где я вот беру песню, пою ее без позиции, потом пою ее с позиции Чтобы объяснить вам разницу Ну вот теперь давайте просто коротенький пример из моей собственной композиции Которая довольно длительное время разрабатывалась И просто два примера Да, вот исполняю, как вот изначально получилось И мне это очень не нравилось, потому что было очень странно А это было сделано очень давно, и петь я тогда, естественно, не умел И, соответственно, звучит это вот таким вот образом Я не чувствую эту партию ни эмоционально, ни с точки зрения контроля непосредственно над самим пением Потому что ну просто неудобно, оно просто расплывается Я это, конечно, утрирую, можно сделать еще хуже Это просто, ага, ну я даже не хочу это повторять Но если мы возьмем с вами и все это поставим туда, где это должно быть И как это должно звучать Мы с вами получим вот такой вот результат Вот таким вот образом сильно все это отличается Кто-то скажет, что ты это спел с опорой Кто-то спел не с опорой Но на самом деле Мне просто тупо таким образом петь будет неудобно Если у вас остались какие-то вопросы по этому поводу, задавайте их в комментариях Надеюсь, это видео было для вас полезным Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Подпишитесь обязательно на мой влоговый канал На канал Ира, она туда выкладывает много барабанных видосов И на канал моей группы FIND Все ссылочки есть в описании И давайте увидимся на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok